Ну, как я в прошлый раз уже анонсировал, сегодня речь пойдет о такой задаче. Предположим, что у нас есть х, достаточно большое число, и рассматривается вот такой промежуток от х до х плюс h. Где число h малое по сравнению с х? Ну, что значит малое? Ну, будем пока так предполагать, что h, длина промежутка, есть у маленькая от его левого конца. Вот такой промежуток будем называть коротким. И ставится вопрос, при каком наименьшем h, ну, как функция от х, на этом промежутке есть простые числа, ну, или даже более сложная задача, при каком h для количества простых на этом промежутке можно получить асимптотическую формулу. То есть, когда будет асимптотика для разности π от х плюс h минус π от х. Из того, что мы доказали в прошлый раз, а именно из соотношения π от х, есть интегральный логаифм π с х, ну, плюс всего большой от вот такой величины. Ну, следует, что такая асимптотика будет, если аж, ну, будет побольше, чем вот такая величина. Е в степени минус b корень из х, где b, ну, какая-то достаточно маленькая, постоянная. Поменьше а. Вот если аж такое, то асимптотика будет. Ну, хорошо, конечно, но спрашивается. Вот и есть у нас условный результат, то есть, что получается для π от х и π от х из гипотезы Риммана. И там остаток был, ну, грубо говоря, корневой. То есть, из гипотезы Риммана такая асимптотика будет следовать уже, ну, вот, несложно проверить, есть аж больше, чем корень квадратный из х на логарифм х степени, ну, скажем, 2 плюс и псалм. То есть, все же, видите, при аж, который степенным образом меньше х, а здесь-то никакого степенного убывания нет, а здесь есть. Ну, и ставится вопрос такой. А можно ли как-то без гипотезы Риммана получить нечто подобное в случае, когда аж степенным образом меньше х? То есть, уже начиная вот с таких вот аж, при некотором дельта больше нуля. И ответ на этот вопрос утвердительный. Как ни странно, даже не используя недоказанных гипотез, в частности, гипотез Риммана, такое доказать можно. И вот цель нашей сегодняшней лекции – понять, как такие результаты получаются. Ну, конечно, я сформулирую ряд утверждений, которым мы будем самым серьезным образом опираться, без доказательств. Ну, потому что для каждого из них это понадобился такой серьезный курс. Вот. Но одну из них я уже формулировал в прошлый раз. Это теорема 10 Виноградова Ивана Матвеевича. А границы нулей дзета-функции Риммана. Что, для всякого нуля Ро выполняется вот такое неравенство. Вещественная часть бета отстоит от единички. Ну, по крайней мере, на такую величину. Где-то вся какая-то абсолютная положительная, постоянная. Этот результат я уже формулировал. Мы его сравнили в прошлый раз с тем, что мы доказали с теоремой Валепусе. Но убедились, что мы продвинулись не так усиленно. Ну, вот заменили здесь степень единички, логарифма, на 2 третьих. Но это, оказывается, ключевое в наших теоретических рассуждениях. И вы увидите. И еще один компонент. Как сейчас принято говорить, ингредиенты. Вот это вот ингредиенты бывают в супе, во втором. Но, оказывается, в математике тоже. Утверждение такого рода, которое называется плотностная теорема. Что это такое? Здесь нужно определить вот такую величину. Пусть есть какое-то число сигмы между одной второй и единичкой. И есть число Т больше ребраной двойки. Вот давайте через N большое от сигмы Т обозначим количество нулей дзета-функции Риммана. Которые лежат в вот таком прямоугольнике. Вещественная часть этих нулей находится между сигма и единичкой. Ну, а в нем мы часть от нуля до Т. Ну, здесь полезно вот в сторонке картинку нарисовать. Вот единичная прямая. Это ноль. Вот. Это пусть будет сигма. А это высота Т. Вот N сигма Т. Это число нулей. Но не во всем прямоугольнике высоты Т в критической полосе. Вот такой его части. И вот эта сигма, то есть ширина прямоугольничка, она может меняться. И вот N сигма Т это число нулей в заштрихованной фигуре. Да. Тогда существует абсолютный постоянный А и Б. Ну, такие, что имеют место вот такая вот оценка. Я пишу опять здесь знак винограда, чтобы не вводить еще одну третью постоянную. Оценка такая. Ну, вот такой, может быть, не очень понятный результат. Но давайте попытаемся разобраться, о чем он нам говорит. Ну, во-первых, это только один из возможных вариантов толпностной теоремы. Потому что толпостными теоремами в теории из этой функции принято называть вообще любые верхние оценки вот таких величин N сигма Т. Ну, при условии, что сигма между одной второй единичкой. Почему плотностные теоремы? Ну, потому что здесь... Ну, я так себе понимаю эту картину. Вот у нас было число N от T всех нулей, вот это прямоугольник. Ну, это такая статичная теорема. Вот у вас высота есть, и все, и ничего не меняется. А здесь мы сигму можем двигать. Эту прямую мы можем сдвигать вправо-влево. И смотреть, как меняется вот это число. И то здесь появляется какая-то динамика. И мы видим, что чем ближе сигма у нас придвигается к единичке, тем здесь число делается меньше. То есть, чем уже становится прямоугольник, тем меньше там может лежать нулей Z-функции Риммана. Ну, конечно, вы скажете, если гипотеза Риммана верна, то все такие оценки – это фикция. Если вы чуть с одной второй сдвинетесь, уже там нули одни будут. Ну, да, конечно, это так. Но поскольку гипотеза Риммана не доказана, мы должны ее чем-то заменять. Но какие-то такие утверждения получается устанавливать. Коммерция держательной теоремы в размере пустого множества. Дальше. Откуда взялось ограничение на А? Ну, вот откуда. Видите, я здесь написал, что сигма может быть любым между одной второй и единичкой. Ну, и понятно, что в точке одна вторая что должно выполняться. С одной стороны, вот если здесь возьмем сигму равную одной второй, вот в таком прямоугольничке, включая, конечно, границу, лежит, ну, больше чем половины нулей, ну, уж не меньше, чем половины нулей во всем прямоугольнике. То есть, эта веточная имеет порядок Т логариф Т. И должно выполняться вот такое неравенство. А Н одна вторая Т – это вот то самое. А с другой стороны должна быть вот такая оценка. Ну, и отсюда ясно, что А уж не меньшей двойки должна быть. Ну, вот дело в том, что значение вот этой постоянной А в полтостной теореме, оно уточнялось рядом авторов. Я даже вот выписал вот те результаты, которые были под рукой. Ну, первое такое утверждение было доказано с А равным четырем. Такой Карлсон математик был. Не тот, который на крыше живет, а другой. Это был 21-й год. Ну, правда, результат был не в такой форме сформулирован, чуть менее точный. А вот современную формулировку придал ему Гогейзель. Произошло это чуть позже, 30-й год. А дальше был результат InGama. 8 третьих, но это 2,6 ПИ. Это 37-й год. Наконец, был еще результат с А равным 5 вторых. Это Монгомери. Ну, год, я боюсь, я неправильно указал, поэтому я пока поставлю вопросик. Но это вот на рубеже 60-х и 70-х годов. И, наконец, последнее, что является наилучшим результатом на сегодняшний день. Результат с А равен 12 пятых. Ну, это тоже самое, что 2,4 десятых. И его доказал известный очень английский математик Мартин Хаксли. И сделал это в 1972 году. Ну, вот мы будем пользоваться теоремой вот в такой обществе. И мы прямо все, что нас будет интересовать, через это выразим. А потом сможем подставлять разные значения и смотреть, что получается. Да, ну и последнее, что надо добавить. Вот это утверждение полотностной теоремы при А равном 2 плюс Эпсилу, где Эпсилу любое сколь угодно. Маленькое количество называется полотностной гипотезой. Но он до сих пор не доказан. Ну, понятно, эта гипотеза, она слабее, чем гипотеза Риммана. Так, ну вот такая предыстория. А что будем доказывать мы? Теорема 12. Пусть А – постоянная теорема 11. Х пусть стремится к бесконечности. А H, ну, это длина промежутка, удовлетворяет вот таким вот неравистам. Вот тогда для такого H справедлива асимптотика. Для интересующих нас разности П от Х плюс Х минус П от Х, а асимптотика такая. Длина промежутка H делится на логарифм Х. Ну, вы уже это поняли. Это как бы плотность простых чисел, в ряду натуральных чисел. Ну, асимптотика, поэтому должен быть главный член и остаток. Так, остаток такой. Вот такое вот утверждение. Будем доказывать его. Ну, давайте сразу заметим, что подобную асимптотику достаточно получить для разности значений функции Чебышова Пси от Х. Но вы уже поняли, что она устроена попроще и работать с ней легче. И для нее есть явная формула. Поэтому я буду доказывать это утверждение для Пси, а вот перенести ее с помощью преобразования Абеля я предоставлю в качестве упражнения вам. Это несложно. И мы подобные рассуждения уже вчера проводили. Будем пользоваться явной формулой, то есть теоремой 5. Для этого зададимся каким числом? Т. Этот параметр мы точно выберем в конце. И тогда потеряем 5. И эта разность Пси имеет вот такой вот вид. Ну, в главном члене, помните, линейные функции Х, стало быть, вычтутся, главный член останется H. Будет сумма по нулям. А суммироваться будут вот такие величины. Значения Х плюс Х и Х, они будут вычитаться, только каждая будет взвана в степень Ро. И на Ро все делится. Ну, плюс остаток. Остаток в данном случае будет такой. Поскольку я заранее предполагаю, что Т не больше Х, то там еще был второй член от логарифта в квадрате Х. Ну, понятно, что он войдет сюда. Вот что дает нам явная формула. Ну, чтобы работать на все, давайте вот эту сумму по нулям обозначим через W. Она зависит от Х и от Т. И вот с этой суммой нам надо разбираться. То есть наша задача показать, что она при каких-то условиях, ну, а именно вот окажется, что при таких, она будет маленькой по сравнению с этим. Ну, давайте посмотрим на эти разности. Ну, видите, они как замечательно устроены. Те, это не что иное, как первообразная функция Х степени Ро минус 1. Но раз так, значит, все эти дроби можно записать в виде интегральчиков таких. Что мы и сделаем. Интеграл в пределах от нуля до Н. Х плюс У в степени Ро минус 1. Ну, в очередной раз проделаем то, что мы неоднократно делаем. На что Саша на семинарах обращал это ваше внимание, что перемена мест интегрирования суммирования часто дает очень удивительные результаты. Ну, вот здесь не исключение. Мы меняем местами интеграл и сумму. И еще один шаг мы здесь дополнительно сделаем. Видите, здесь Х плюс У в степени Ро минус 1. Вот это Х плюс У в степени минус 1 я вытащу за знак суммы, потому что там никакой зависимости от нуля Ро нету, и можно ее вытащить вперед. Вот. И вот нам надо как-то научиться с этой суммой работать. Ну, будем ее оценивать. Оценивать как? Давайте оценим все тривиально. Ну, в каком смысле тривиально? Все слагаемые оценим их абсолютными значениями. Давайте я на этой доске уже буду писать. Здесь под интеграл стоит функция 1, Х плюс что-то неотрицательное. Я ее единичек на Х заменю. И от У это не зависит, поэтому я вообще вытащу этот множитель по знаку интеграла. Интеграл. Каждый слагаемый я заменю его модулем. А модуль у него какой? Х плюс У в степени вещественной части нуля, то есть бета. Ну, опять же, и воспользуюсь тем, что нули симметричны, поэтому здесь слагаемые, отвечающие отрицательным значением гаммы, дадут такой же вклад, как и положительные мнемы части. Поэтому я просто двойку подставлю здесь. И буду суммировать только по положительным ординатам. Ну и, наконец, так еще загублю эту оценку. Вот на промежутке от нуля до Н есть какое-то значение У1, при котором вот эта функция, эта вещественная функция, она достигает максимума. Вот я всю эту сумму оценю так. Значение функции в точке максимума на длину промежутка. Ну, важно, что это У1 находится между нулем и Аш. Ну, то есть вот эта вещественная х плюс У1, она имеет тот же порядок, что и х. Мы ее дальше будем обозначать через х большое, и дальше будем заниматься вот этой суммой одной. Я поэтому введу для нее особое обозначение. В от х большого и Т. Это будет вот такая вот сумма. По положительным ординатам и к степени β. И вот наша задача как-то связать эту сумму с плотностной теоремой. Ну, интуитивно понятно. Вот если бы все нули были большие, там, скажем, единицы, равнялась бы эта вещественная часть. Ну, и сумма была большая. Х, так мы каждый слагаем оценили, на их число, Т, логариф Т, порядка. Сумма была большая. Но плотностная теорема говорит нам следующее, что да, вот эти β, они, может быть, и есть, очень близкие к единице, но их мало. Как мало? Ну, вот как вот там в теореме написано, степенным образом меньше. И вот нам нужно как-то это вот научиться сюда прицеплять. Ну, что мы сейчас и сделаем. Но для этого мы давайте так поступим. Вот, наверное, первые математики, которые стали применять плотностные теоремы, они, наверное, рассуждали простым естественным образом, как бы и мы с вами стали рассуждать, наверное, разобьем промежуток от 1, 2 до 1, то есть где меняется это β, это на очень узкие отрезочки, на каждом из них мы применим плотностную теорему, потом все просуммируем и получим. И так можно делать, действительно, результат получится тот же, что получим сегодня мы. Вот. Но потом люди увидели, а можно делать технически попроще, но идейно, может быть, чуть менее прозрачно. Ну, здесь можно такую аналогию привести. Можно, да, вот, искать площадь сегмента параболы, как дело Архимед, да, вот, приближать к конечными суммами, суммировать там степени и переходить к пределу. А можно сразу написать интеграл. Вот вся разница в технике. И вот мы пойдем по второму пути технически чуть проще, но и идеологически менее прозрачно. То есть мы сейчас разобьем всю эту сумму, сгруппируем рядом близкие значения бета. На такие группки мы разобьем сумму, и каждую группку оценим с помощью плотностной теории, мы все просуммируем. Это идея. А реально мы будем делать все с помощью интегрирования. Ну, так вот, как мы будем действовать? Ну, давайте для начала заметим следующее. Ну, давайте рассмотрим вот такую интеграл. Их степень у интегрируется по у от 1,2 до бета. Чему равен? Ну, понятно, значение первообразное. В концах отрезка вычитаются. То есть будет вот это вот. Ну, отсюда я могу выразить х степень бета через интеграл. То есть бета из степени х перекочевал вот сюда. Ну, пока непонятно, чем это для нас хорошо. Стало быть, надо суммировать вот такие интегралы. Ну, давайте это и сделаем. Давайте, чтобы у нас выкрутка была обозрима, давайте вот мы вот сюда перейдем уже. Ну, вместо х в степени бета пишу вот то представление. Корень из х плюс логарифм на х на интеграл. От 1,2 до бета. Их степень х до у. И будем это дело сверху оценивать. Ну, вклад от этого слага. Понятно, какой. Ну, лей будет порядка t логарифм t. Ну, донажаем на корень из х. t и x они превосходят. Става будет логарифм t. Я везде заменю на логарифм x. Ну, а дальше начинаются проблемы, потому что поменять местами суммирование тегри мы прямо так не можем. Верхний предел, скажем, с интегралов, он зависит от нуля ро. Но трудности это нас уже не пугает. Вот если вы вспомните наше доказательство формулы суммирования Аберя, то мы там столкнулись с такой ситуацией. Интеграл зависит от какого-то параметра, по которому идет суммирование. Но эта трудность преодолевается. Как? Мы сейчас под интеграл загоним функцию, которая где-то равна нулю, а где-то единичке. И тогда сможем поменять местами в порядке суммирование интегрирования. Ну, а именно, что мы сделаем? Пишем интеграл от одной второй до единицы, и к степени у. Ну, а сюда мы должны дописать функцию, которая будет зависеть от нуля. И от этого у. Ну, что такое же наша? Она должна равняться единичке, если у не превосходит в. И нулю в противном случае. Теперь можно поменять местами суммирование интегрирования, что это нам даст. Давайте я здесь выкладку продолжу. Интеграл пишу вперед, и к степени у. А дальше мне надо будет суммировать вот эти значения ж. Ду. А вот теперь давайте посмотрим, что такое вот эта сумма. Ж – это либо 0, либо 1. То есть, это сумма нулей и единичек. А когда слагаем, будет равна единице? Ну, это будет происходить только для тех нулей ρ, у которых вещественная часть β больше либо равна u. То есть, здесь в действительности стоит сумма по всем нулям, у которых β находится между u и единичкой. Ну, а это в точности величина n от u и t. Итак, это нам понадобится. Давайте отдельно напишем это. Что эта сумма в точности равна сумме вот такой вот? Это, которая по определению есть n от u и t большие. То есть, мы связали нашу сумму v, вот этих x степени β, вот с функцией n от σt, для которой есть оценка полутостной теоремы. Вот эта связь. Ну, и давайте поставим дело сюда. Ну, давайте я, с вашего позволения, уже эту n вставлять не буду, а поставлю туда оценку для нее. Ну, только одно маленькое замечание надо сделать. Дело вот в чем. Все-таки у нас еще есть граница нулей виноградова, которую я здесь не стираю заведомо. Она говорит о том, что есть какая-то очень узкая область около единички, где нулей нет в принципе. То есть, где эта функция вообще ноль тождественная. И вот этим я сейчас воспользуюсь и подправлю здесь верхний показатель. Замью 1 на 1 минус дельта. Где дельта? Это вот та самая вот добавочка. То есть, все нули, высота которых не превосходит t, заведомо попадает вот в эту область, ну, где вместо гамма t стоит. И это нам позволяет сделать теорема 10. Вот, без этого, ну, не скажу, что ничего не получится, но все будет гораздо хуже. Так, ну, а теперь давайте считать эти интегралы. Ну, давайте этот интеграл я выпишу отдельно, чтобы не таскать за собой все остальные слагаемые. Там логарифмы и так далее. Давайте с ним разберемся. Ну, t в степени а выносим за знак интеграла. x в степени u на t в степени минус ау. Давайте так это запишем. x разделить на t в степени а, и все дело возводится в степень u. Ну, а как быть? Пока t мы не выбирали. Непонятно, больше это число единички или нет. Но в любом случае функция монотонная, поэтому можно так заведомо интеграл оценить. Вот у него максимум либо в левом конце, либо в правом. В каком мы не знаем. Поэтому все это дело можно так и оценить. Взять сумму значений в левом и правом конце и умножить на длину промежутка. Ну, длина промежутка на 1 и 2 не превосходит. Можно не умножать. Значит, надо просто взять сумму значений этой функции в концах отрезка. Значит, в точке 1 и 2. Что будет у нас? Вот такое число. Ну, в точке 1 минус дельта. Ну, понятно тоже, что будет. Ну, давайте смотреть. Перемножать будем. Корень из х. Т в степени А пополам. Это вклад на первую слагаемую. Плюс х поделить на Т в степени А. Но если про эту дельту забыть. И на Т в степени А до множиться. Ну, это уйдет. И давайте х вытащим за скобку как общий множитель. Что здесь останется? Т в степени А пополам. А на х в степени 1 вторая. Ну, давайте единообразно это дело запишем. Первая слагаемая днечтеновая, как х на Т в степени А. В степени минус 1 вторая. Вот так оценился интеграл. Что будет с суммой В. Так, ну, давайте вот здесь я часть оценок сохраню. Вот остальное сотру. Так, ну, давайте логарифт сразу вытащим. Самая большая степень будет какая? Логарифм х в степени 1 плюс В. Вытаскиваем все за знак. За скобки. Так, здесь остается корень из х на Т. И здесь оценка интеграла. Она вот такая. Опять давайте вытаскиваем х общим множителем. Что остается? А, Т делится на корень из х. Ну, и так. Ну, давайте. Ну, и сразу видно. Видите, первая слагаемая, что такое? Это х разделить на Т в квадрате в степень минус 1 вторая. То есть, это слагаемая заведомо не больше вот этого. Потому что А побольше, больше либо равно двойки. Поэтому этим слагаемым можно пренебречь. Дальше. Ну, мы видели, что нужна какая-то нетривиальная оценка вот этой суммы. Видите, W должно H не превосходить по порядку, уже заведомо. А следовательно, вот В не должно превосходить по порядку Х. Иначе никакого понижения не будет. Х вот вынесено. Поэтому, где мы можем получить понижение? Ну, только вот здесь, чтобы вот эти слагаемые были маленькие. Но отсюда уже следует, что Т в степени А должно быть меньше Х. То есть, эти дроби должны быть меньше единички. Но раз они меньше единички, то самая большая из них вот эта. Потому что дельта – число близкое к нулю. Оно ближе к нулю, чем 1 вторая. Поэтому из всего вот этого конгломерата оценок можно оставить только одно слагаемое. При таком условии оценка совсем упрощается. Ну, и давайте теперь выберем Т. Выберем Т каким образом? Давайте сделаем так, чтобы выполнялось вот такое равенство. Мы знаем, это должно быть поменьше Х. Но давайте выберем так. Ну, все-таки задача исходная была про Х маленькие. Х должно делиться на какую-то растущуюся величину. А вот ее мы выберем вот так вот. В таком виде. Это будет такая экспонента. И логариф развивается в степень 4 пятых. Почему такой хитрый выбор? Ну, сейчас вы поймете, почему. При таком условии Х на Т в степени, ну, точнее, Х большое на Т в степени А. Что это такое будет? Х большое и Х маленькое, они одного порядка. Поэтому можно сказать, что это сократится. Останется Д в степени минус дельта. Ну, а Д это вот такая экспонента. Давайте аккуратно их напишем дело. логарифм Х в степени 4 пятых. Но надо теперь вспомнить, что такое дельта. А дельта, ну, вот она. Значит, это будет константа на логарифт Т в степени 2 третьих на двойной логарифт Т. Ну, видно, что Т это какая-то степень Х. То есть логарифт Т и логарифм Х это величина одного порядка. Поэтому можно вот эту сложную экспоненту заменить вот на что. Ну, везде вместо Т написать Х ну, просто константу поставить другую. Чуть меньшую. Какая степень будет? Ну, видите, здесь стоит 4 пятых, а здесь 2 третьих. 4 пятых это 0,8 2 третьих это 0,66. То есть 4 пятых брались только с тем, чтобы здесь число было побольше. Ну, а 4 пятых минус 2 третьих сколько это будет? Это будет 2 пятнадцатых. Ну, 1 поделить на 7 с половиной. Поэтому я поступлю так. Я заменю вот эти 2 пятнадцатых на 1 восьмую, но тогда я могу не писать никакие двойные логарифмы. Вот. Вот такое будет понижение. И вот смотрите, что же у нас с вами получается. Вот эта сумма В оценилась вот таким вот образом. Да, ну и заметим, что я могу за счет того, что я так степень загрубил, забыть про этот логарифм. Тоже он войдет сюда, поглотится вот этой заменой. Поэтому я сразу пишу. Так что... Да, и здесь Х большое, конечно, Х маленькое можно заменить. Сумма В оценилась вот так у нас. Какая оценка будет для суммы W от XT? Ну, понятно, какая. Ну, подставляю в то неравенство. За константами можно и не следить. Вот. Так, ну и настала пора собрать все вместе. А что же у нас было? Ну, давайте напомним. Вот эта разность у нас оказалась равной H минус вот такая сумма ну, плюс O большой от вот такой величины. W мы оценили. Ну, давайте, конечно, когда я работаю со знаком O, там плюс, минус, передним, не важно. Но для наглядности я буду писать минус. Хотя нет, повторяю, не важно, чтобы вас не путать. Так. А здесь вместо T я поставлю вот то самое значение, которое здесь написано. Ну, какое это значение? Видите? Вот, в сторонке напишу. T – это X в степени единичка на A D в степень минус единица на A. И вот на это значение я должен там поделить. Степень Xа будет такая. 1 минус 1 на A. D полезет вверх. Ну, и квадрат-логарифм, конечно. Ну, и чтобы понять, когда же будет асимптотика, при каких H, надо так поступать. Надо головный член выносить и смотреть, что получается со старшими слагами. Ну, первое слагами тут сомнений нет. Пронижение есть, и все хорошо. Так. А что со вторым? Ну, вот. D – это вот та вот экспонента. Вот, правда, этот логарифм еще делится на константу. Она заведомо не больше одной второй. Поэтому я, чтобы не писать этот логарифм, я напишу так. Константу заменю вообще на единичку. Ну, и здесь напишу H. Но мы с вами помним, вот есть условие теоремы, которые я благополучно стер. Но условие было такое на H. H чуть побольше на Epsilon, чем вот такой X. Ну, отсюда ясно, что последняя слагаемая заведомо не больше вот чего. значит, значит, степени X сократят, сверху останется экспонента. Внизу останется X степень Epsilon. Ну, в прошлый раз мы с вами обсуждали, что эта функция, она хоть растет быстро, но медленнее любой, даже самой маленькой, степени X. то есть это заведомо будет меньше, ну, скажем, X степени Epsilon пополам. И вот этот остаток получается лучше, чем вот этот. То есть это слагаемо поглощается вот этим. И в итоге для разности действительно получается асимптотика. даже, видите, там чуть лучше я одну десятую писала, но это одна восьмая, но это не важно. И теорема таким образом доказана. Ну, то есть вы видите, такой удивительный факт произошел. вот эти теоремы, как их называл Юрий Владимирович Леник, не полноцные теоремы, а теорема густоте нулей, они позволяют получать утверждение, ну, сравнимое, скажем так, с тем, что следует из гипотезы Рима. Но давайте посмотрим, что же дает нам каждый из перечисленных полноцных теорем в данном случае. ну вот, давайте здесь будем писать значение А, а здесь значение 1 минусе 1 на А. Ну, вот результат Карлсона и Гогейзели. А равный 4, 1 минус 1 четверть, 3 четверти. 8 третей. Будет что же у нас 1 минус 3 восьмых. Это у нас 5 восьмых. Был еще, а, ну, опять я его стер. Ну, результат Монгомери 5 вторых. Ну, и что же здесь получается у нас 1 минус 2 пятых. 3 пятых. 0,6. Ну, и, наконец, последний, самый лучший результат. Теорема Хаксли. А равно 12 пятых. 1 минус 5 двенадцатых. Это получается 7 двенадцатых. Ну, или для большей наглядности, чтобы легче было сравнить с тем, что получается с гипотезой Риммана. Это 1 вторая плюс 1 двенадцатая. То есть, видите, мы, имея полотнословую теорему, подошли к гипотезе Риммана, скажем так, на такое маленькое число, на 1 двенадцатую. И этот результат, что называется, безусловный. То есть, он не использует в своем доказательстве каких-то, а, не доказанных гипотез, утверждений и так далее. Вот такие вот удивительные есть теоремы. Ну, давайте заметим еще, что же. Вот, есть разные утверждения, ну, вернее, этим утверждениям можно придавать такую красивую формулировку. Ну, вот, есть, знаете, до сих пор не доказана гипотеза Лежандра, о том, что между m плюс 1 в квадрате и m в квадрате всегда лежит хотя бы одно простое число. Ну, повторяю, гипотеза не доказана, она очень сильная, она не следует даже из гипотезы Риммана, но давайте чуть ослабим ее, посмотрим, а вот между соседними кубами будет лежать простое число или нет, хотя бы одно, вот из того, что мы знаем. Ну, давайте прикинем. Ну, пусть n имеет порядок xа, нет, x7 на третье, так, чтобы куб имел порядок x. Ну, понятно, такая разность, она будет, какой порядок иметь, n квадратов, то есть понятно, что речь идет здесь о существовании простого числа на промежутке вида от y, от x до x плюс h, где h имеет порядок x степени 2 третьих. Ну, давайте посмотрим, из какой теоремы уже заведомо мы получили бы этот результат. Надо, чтобы здесь константа, которая получается, была строго меньше двух третей. Ну, вот мы видим, что уже и 5 восьмых, то есть теорема гамма уже позволяет это утверждать, что между кубами любых соседних целых чисел заведомо есть простое число. Вот. Ну, вот так вот обстоит дело с плотностными теоремами. Есть в теории чисел целый ряд утверждений, которые, ну, чуть более слабые условия накладывают на простые числа на коротком промежутке, но получается более сильный результат. В каком смысле? Есть теорема такого рода. Вот мы исследовали, что с вами? По сути, асимптотику для π от х плюс h минус π от х. Ну, асимптотика, это, конечно, это очень сильное требование. А вот что будет, если эту задачу чуть ослабить? Вот я хочу просто поймать, ну, хотя бы одно простое число на таком промежутке шланг, асимптотика, мне она не важна. Вот, если я буду требовать лишь, чтобы эта величина была положительной. Можно ли как-то при меньших h, чем вот мы с вами получили, получить этот результат? Да, это действительно удается сделать, и вот в этой задаче можно уже дать, положить ответ на этот вопрос, когда будет простое число на таком промежутке, если h уже больше, чем х в степени 21,40 плюс ε, ну, и опять же, для большей наглядности, это все, что х в степени одна вторая плюс одна сороковая плюс ε. И вот этот результат был получен в 2001 году, и у него три автора. первый это Роджер Бейкер, второй это Глин Харман, и третий также очень известный венгерский математик Яныш Пинтс. То есть, видите, гипотезы Ривена, можно сказать, подошли уже таким образом на одну сороковую. Так, вот что касается оплотностных теорем, и теперь давайте, ну, чтобы изложение не прерывать, я немножко анонсирую, что будет рассказываться завтра, а может быть, даже успею что-то несложное доказать. Из вспомогательных утверждений. Ну, вот, на то, что мы сейчас с вами доказали, можно смотреть и так. Можно формулировать задачу не в терминных, попадания простого числа в короткий промежуток, а вот в каких. Ну, предположим, что есть у вас целое число N, натуральное число N. Как близко к нему можно подойти одним простым числом? То есть, как близко можно его приблизить простым числом? Ну, и мы видели, ответ такой, что вот если это можно приблизить и гарантирует, что это простое число найдется на расстоянии порядка там, N в степени 7,12 плюс Y. Ну, хорошо, а давайте задачу немножко видоизменим. целое. Если оно четное, оно само из суммы двух простых. То есть, приближается прям с нулевой погрешностью. Но если число нечетное, то берете соседний четный, пожалуйста, разница между суммой двух простых и этим числом единичка. Все понятно. но гипотеза, повторяю, не доказана. А что мы можем сказать тогда? То есть, ставится вот такая задача. Как близко можно подойти к достаточно большому целому числу N с суммой двух простых чисел. ну или чуть переиначим эту задачу. Когда разрешимо простых числа вот такое неравенство. Разность между N и двумя простыми, здесь неизвестно, это простые числа по 1-2-2, берется по модуле, она должна не присоединить некоторого H. Ну, когда, в смысле, при каких H, как функции N. При каких возможно меньше. Вот такой задачкой мы будем заниматься в следующий раз. И окажется, например, что, ну, понятно, раз у нас не одно число простое уже 2, мы можем гораздо ближе подойти к заданному N. Но вот, чтобы нам это доказать, я нарочно не буду говорить, насколько близко, чтобы вас немножко заинтриговать, но вот в оставшиеся там сколько, 2-3 минуты, 5 минут, я докажу одно, вспомогательное утверждение, которое свой как бы интерес представляет самостоятельно, в разных областях используется, и которое будет очень нужно нам. лемма 4. Оно никак не связано с простыми числами, но тем удивительно, что оно пригождается здесь. Пусть есть два числа А и В. Есть функция F, которые не прием дифференцирован отрезки от А до B. И тогда утверждается, что выполняется вот такое неравенство. Значение в точке функции в правом конце отрезка не превосходит вот такой величины. Берется интеграл от модулей функции делится на длину отрезка. Есть еще одно слагаемое интеграл от модулей производной. Вот это, насколько я понимаю, это очень-очень частный случай неравенства Соболева, которое используется много где в математической физике. Но в 70-е годы было замечено, что это неравенство очень полезное для теории чисел. Такой удивительный фактор. Доказательство очень простенькое. Берем число В на отрезки. Тогда значение такой разности f от b минус f от v можно записать в виде интеграл от производной. А теперь проинтегрируем обе части по всем v от a до b. Что получится? Ну, слева понятно. f от b до множества на длину отрезка. b здесь вычтется интеграл от a до b. А что будет здесь? Ну, опять меняем местами порядки интегрирования. Ну, давайте так это сделаем. Посмотрите, внутренний интеграл по u идет. У меняется от v, а v меняется от a. Значит, максимальная область изменения u это тот же отрезок от a b. А что будет с v? А v видите, mi превосходит u, потому что есть вот это неравиство. Вот внутренний интеграл устроен так, что u между v и b находится. Стало быть, v сама нижняя граница его a, а верхняя граница это u. И, стало быть, справа получается у нас что? И дички интегрируются по этому отрезку u минус a. Вот теперь я все, кроме этого слога, переношу в правую часть и делю на b минус a. Это точное неравиство. остается только перейти к оценкам и оценить правую часть реально по модулю. Здесь тогда под интегралом появятся модули функции ее производной, а это по модулю не произойдет единички. И неравиство тем самым доказано. И как раз время наше вышло. Давайте сегодняшнюю лекцию закончим. герой поездка. Спасибо. Спасибо.